Кадий Адамов. Вечерний круг. Повесть. Журнал «Юность». Номера 2, 3, 4, 5. За 1982 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Глава первая. Происшествие в парке. Началась вся эта история с того, что Петр в очередной раз влюбился. Неделю назад дела привели Шухмина в одно отделение милиции. Там он Нину и встретил. Стоял необычно теплый, даже жаркий май. Уже увяла сирень в новых московских сквериках, которые в последние годы появились в центре города на месте снесенных старых зданий. А на старинных бульварах, опоясывающих центр города, вовсю распустилась глянцево-зеленая листва на деревьях, под густой их кроной было в солнечный полдень душно. И совсем уже нечем дышать на шумных улицах и проспектах. Потому Петр не придумал ничего лучшего, как пригласить свою новую знакомую в парк. Они встретились возле станции метро и по широкому мосту направились в сторону парка, огни которого сверкали на той стороне реки. Было еще светло, и огни казались на фоне зелени и пестрых павильонов лишь золотистыми блестками. Нина посмотрела на далекий берег и, замедлив шаг, спросила, «А что там на набережной, где народ толпится?» «Заграничные аттракционы», — ответил Петр и, продолжая разговор, в свою очередь задал вопрос. «Ну, а что у вас слышно?» «Неприятный случай у нас сегодня. Днем залезли в одну квартиру, выпили воды и оставили записку. Извини, ошиблись адресом, бедно живешь». А через два часа ограбили недалеке другую квартиру. Антиквариат всякий унесли. Хозяин даже цветные фотографии украденных вещей принес. «Ой, какая там красота!» Это от отца ему перешло. «Видно, крупная кража», — согласился Петр. «Завтра по сводке пройдет». «Но неужели те же самые, которые записку оставили?» «А если они, то что?» — чуть насмешливо поинтересовалась Нина. «Сразу, конечно, раскроете. Ладно уж вам, Ниночка, смеяться над бедными сыщиками. Мало над нами другие смеются и ругают тоже». Так болтая, они дошли до главного входа в парк и по широкой аллее неспеша двинулись к набережной. За их спиной на центральной площади перед входом шумел и переливался тысячами струй огромный фонтан. Народу было много, и все, кажется, шли в одном направлении. Вскоре Петр с Ниной вышли на набережную, где невдалеке один от другого стояли причудливые аттракционы. Люди, усевшись в легкие салазки, стремительно взлетали вверх по каким-то фантастическим кривым, потом падали, на секунду исчезая за разноцветными щитами, и снова взлетали вверх. Казалось, вот-вот должны были в какой-то миг перевернуться. Оттуда неслись возбужденные возгласы, женский виск и смех, заглушаемый грохотом, свистом и лязгом работающих механизмов. Длинные очереди извивались возле касс. Любителей острых ощущений было больше, чем достаточно. — Не хотите испытать свои нервы? — весело спросил Петр. — Такие переживания и всего за сорок копеек, а? Нина пожала плечами и, закинув голову, стала следить за стремительным полетом санок на ближайшем аттракционе. — Ой, — сказала она, — даже издалек кружится голова. Петр между тем разглядывал очередь в кассу. — Интересно, сколько же надо в ней простоять? — Этот воздушный крутеж, то есть один сеанс, продолжается, — он посмотрел на часы, как только аттракцион, приняв новую партию желающих, начал с лязгом и гулом набирать обороты, затем отметил момент остановки. — Продолжается три с половиной минуты. Петр невольно спросил слонявшегося невдалеке толстого парня. — Мало они летают, всего три минуты. Голова, что ли, больше не выдерживает? — Ага, — подтвердил парень, как-то странно взглянув на Петра. — Не выдерживает. — Скажи, пожалуйста. Петр пожал плечами и продолжал свои наблюдения. — Сажают сразу человек сорок. Ну а в очереди, — Петр снова прикинул, — человек двести. — Да, не меньше, чем на час, со всеми посадками и высадками. Он покачал головой и объявил. — Нет смысла. И за трех минут волшебного полета час томится в очереди. — Как, Ниночка? — Я вам уже сказала. Пойдемте. Они миновали еще два павильона, где очереди были не меньше, и, наконец, вынырнули из толпы возле боковой аллеи. За невысокой, аккуратно подстриженной стеной кустарника возникла решетчатая ограда летней концертной площадки. За ней видны были люди на длинных скамьях, а на освещенной сцене раковине азартно играл небольшой молодежный джаз, и хриплым голосом что-то пела в микрофон тоненькая женщина в длинном красном платье. А еще дальше, уже по другую сторону аллеи, за высоким глухим зеленым забором, слышался сухой треск несильных выстрелов. На заборе красной краской были начертаны три огромные буквы — ТИР. Нина и Петр медленно шли по аллее, болтая о всяких пустяках и поглядывая по сторонам. Еще было довольно светло, хотя яркие фонари на красивых изогнутых мачтах уже сияли высоко над головой. Внезапно Петр ощутил неясное беспокойство, точнее, даже неудобство, стесненность какую-то. Ощущение было непривычным и, главное, непонятным. Они продолжали все так же, не спеша идти по аллее. Нина с увлечением рассказывала о прошлогоднем туристском походе на плотах по рекам Смоленщины. Неожиданно на скрещение аллей возникло маленькое уютное кафе. Петр предложил зайти и посидеть там, но Нина попросила. Давайте еще погуляем. А о кафе запомним и потом вернемся. Оно и правда очень славное. И они пошли дальше. Вот тут-то Петр и обратил внимание на двух подвыпивших парней. Они, видимо, уже давно шли за ним. Именно за ним, Петром, а не за Ниной. Это он сразу же ощутил. Вот откуда шло его беспокойство. Ну еще бы! Никогда в жизни за ним никто не следил. Он. Это случалось. Но за ним... Да. То была именно слежка. Малоквалифицированная, конечно, совсем не профессиональная, но все же слежка. Петр только не мог определить, где именно она началась. За ним увязалась явно какая-то шпана. Это было видно по их опухшим физиономиям, по пьяным ужимкам, по походке. Прежде всего, Петр решил проверить, что слежка за ним в самом деле ведется. Для этого он несколько раз сворачивал с Ниной на другие аллеи, останавливался возле каких-то афиш. Он даже на минуту завел Нину в летней лектории за решетчатой оградой, где врач давал консультации по режиму дня и питанию людей разного возраста и профессии. Когда Петр и Нина снова двинулись дальше по аллее, Нина насмешливо спросила. — Что же вы ушли, не узнав, какой режим дня соответствует вашему возрасту и профессии? — Интересно, что бы врач вам посоветовал? Петр, однако, шутки не принял, потому что парни не отставали ни на шаг. Понизив голос, Петр сказал. — Вы, Ниночка, работаете в милиции, поэтому не подавайте вида, что удивлены. — С нами ведь всякое бывает, сами знаете. Сейчас, например, за нами следят, представляете? — А вам это не кажется? — улыбнулась Нина, но глаза ее стали строгими, настороженными, и она зачем-то взяла Петра под руку. — Я уже убедился, — коротко ответил Петр и добавил. — Только не оглядывайтесь по сторонам. — Нет-нет, но зачем они следят за нами? — Сам не пойму, но все-таки интересно выяснить, зачем я им понадобился. Петр огляделся по сторонам. — Где тут пункт милиции? — Сто лет в этом парке не был. — Где-нибудь у входа. — Я тоже думаю. — Пойдемте в том направлении. Они медленно двинулись к центральному входу в парк. Неожиданно Нина заметила какого-то человека с красной повязкой. — Вон, дежурный, спросим у него. Они подошли, и человек показал им, в какой стороне находится пункт милиции, ни о чем при этом не спросив и не предложив помощи. Петр заметил, что их короткий разговор не понравился преследователям. Они стали явно нервничать, хотя, конечно, самого разговора слышать не могли. Правда, они, в свою очередь, тоже подошли к тому человеку, поздоровались с ним за руку, как со знакомым. И Петр сделал вывод, что парни эти не случайные посетители парка. А через некоторое время парни ускорили шаг, и, не обращая внимания на окружающих, один из них грубовато окрикнул Петра. — Эй, мужик! Петр оглянулся и с подчеркнутой вежливостью осведомился. — Это вы ко мне обращаетесь? — К тебе, к тебе! — ответил парень в красной рубахе и приказал. — Ну, ктопай сюда! Наглый его тон Петру не понравился, и он собрался было ответить в том же духе, но передумал и негромко сказал Нине. — Я сейчас. — Подождите. — Я с вами. — Нет. — жестко отрубил Петр и уже мягче добавил. — Я вас прошу. Он подошел к парням и все тот же в красной рубахе угрожающе процедил. — Вот чего! Чтоб духу твоего сейчас в парке не было, а то за здоровье не ручаюсь. Понял? — Нет, — покачал головой Петр. — Не понял. Он даже вздохнул от огорчения. — В чем дело-то? Парк для всех, кажется. — Только не для тебя. Если еще раз придешь, рыбу кормить отправим. Чем это я вам так не понравился? Мордой и языком. Так что вали отсюда со своей девкой, а мы поглядим, куда повалишь. Давай, давай. — Что-то неохота, — лениво ответил Петр. — Рано еще. И в тот же момент неуловимым быстрым движением успел перехватить руку парня в серой куртке, стоявшего сбоку. В руке у того был нож. Удар парень хотел нанести неожиданный и потому особенно опасный снизу вверх брюшину с расчетом свалить Петра за кустарник. Пока люди вокруг сообразят, что случилось, эти успеют убежать, скрывшись за тем же кустарником, благо уже спускались сумерки. Но удар не получился. Все-таки Шухмин был как-никак прошлогодним чемпионом московского «Динамо» по самбо. И потому возле кустарника раздался сдавленный крик, а на траву упал нож. И тут же затрещали кусты. Это удирал второй в красной рубахе. Он даже не пытался прийти на помощь товарищу, но с безопасного расстояния оглянулся и зло крикнул. «Ну, гляди, сука, что с тобой теперь будет!» И мгновенно исчез за кустами. Лежащий парень подняться не мог. Петр коленом прижал его к земле, заломив за спину руку. Мимо, оглядываясь на них, торопливо проходили люди. И только какой-то пожилой человек в соломенной шляпе, приблизившись, спросил. «Тебе помочь, сынок?» «Да нет, справлюсь, спасибо», — ответил Петр. «Сейчас вот в милицию его, гада сволоку. А свидетель? Как же без свидетеля? Я-то сам видел, как он...» «На этот раз обойдемся без свидетеля», — усмехнулся Петр и, обращаясь к парню, добавил. «Вставай, Бобик, ножками пойдешь. Вот только ножичек твой не забыть бы». Но за ножичком уже нагнулась Нина. «Все-таки свидетель выходит есть», — улыбнулся человек в соломенной шляпе. Парень угрюмо поднялся, отряхнулся и неожиданно кинулся в кусты. Неизвестно, сколько бы за ним пришлось бежать, если бы он не споткнулся. Петр схватил его и сгоряча нанес такой удар, что больше парень о бегстве не думал. Он обмяк, скрючился и теперь еле переставлял ноги, морщась при каждом шаге. Минут через десять они подошли к милицейскому пункту. Найти его удалось все же не сразу. «Вы меня минуту подождите, Ниночка», — чуть извиняясь, сказал Петр. «Что поделаешь, такая прогулка у нас получилась». Он провел задержанного парня в одну из комнат, и туда вслед за ними вошел долговязый капитан, заместитель начальника милицейского пункта. «Филипенко», — представился он Петру, — «зовут Василий». «А тебя я знаю, между прочим. В Гагаринском районе встречались. Я два года там вкалывал. Что случилось-то?» Петр отвел его к окну, чтобы сидевший возле стола парень не слышал, и коротко сообщил о странном поведении своих преследователей и о схватке с ними тоже. «Так», — задумчиво произнес Филипенко, критически разглядывая задержанного. «Я тут с публикой местной познакомиться как следует пока не успел. Вот с этим деятелем мы, к примеру, еще не встречались». «Как тебя звать-то?» — обратился он к парню. Тот метнул на него затравленный взгляд и буркнул. «Виктор. А фамилия?» «Ну, Коротков. Дальше что?» «Обыскал его?» — обратился Филипенко к Петру. «А как же? Документов никаких. Вот только ножичек». «А это не мой!» — с вызовом произнес Коротков. «Докажи, что мой!» «Э, Витя!» — покачал головой Петр. «Совсем-то я гляжу зеленый. Сам больно красный. Не груби старшим и помни, где находишься». «А насчет ножичка я ничего пока доказывать, — он сделал ударение на последнем слове, — не собираюсь. Ты же видел, я даже от свидетеля отказался». «У тебя девка, свидетель». «Ну вот. Выходит, нож доказать можно?» — засмеялся Петр. Парень отвернулся, не желая отвечать. Его мелко трясло, и видно было, что он изрядно пьян. «Ты спасибо скажи, что на меня наскочил», — продолжал Петр. «А напал бы на постороннего гражданина, ранил бы его, и загремел бы на много лет, дурья твоя голова. Колонию, небось, еще не нюхал?» Парень, съежившись, упрямо молчал. «Ладно», — решил Петр. «Успеем потолковать». «Давай тогда отдыхай, завтра поговорим», — рассердился она Короткова Филипенко и, открыв дверь в коридор, крикнул. «Васильев!» Немолодой усатый милиционер увел задержанного. Когда дверь за ними закрылась, Петр сказал Филипенко. «Ты мне завтра позвони, а до того не отпускай парня. Запиши мой телефон». Филипенко записал телефон и, улыбнувшись, спросил. «А ты с девушкой, оказывается». «Может, все-таки из-за нее?» «Нет, не так они себя вели. Что-то тут другое, понимаешь?» «Ну, ладно. До завтра. Бывай». Попрощавшись, Петр вышел в коридор и огляделся. Нина стояла в стороне возле окна. Когда Петр вышел в коридор, она помахала ему издали, и он, обрадованный, словно встреча ей была счастливой, случайностью заторопился к девушке. «Простите, Ниночка», — сказал он, подходя. «Очень я задержался». Они направились к выходу. «Ну что?» — нетерпеливо спросила Нина. «Сказал он что-нибудь?» «Говорит, что вы им понравились», — чуть заметно усмехнулся Петр. «Я?» «А что? Разве такого не может быть? Да я бы и сам не отстал, если бы вас встретил». «И вы ему поверили?» Петр вздохнул. Некоторое время они шли молча. Петр предложил. «Давайте зайдем в то кафе». «Ну что ж», — согласилась Нина и весело тряхнула головой. «Все-таки никому не удастся испортить нам вечер, правда?» Они невольно ускорили шаг, и Петр уже не упускал ее руки из своей. Потом они долго еще гуляли по парку. Петр не забывал наблюдать по сторонам, но ничего подозрительного не заметил. Их, видимо, оставили в покое. Глава вторая Два совсем, казалось бы, разных дела Федор Кузьмич возвращался по длиннейшему коридору от начальника управления. Деловито, даже напряженно проводил утренние пятиминутки генерал. Причем он умел не только точно и коротко сориентировать начальников отделов в оперативной обстановке по городу, дать важные указания или советы по особо сложным делам, но главное — создать настроение, заразить всех своим оптимизмом и энергией. Это Федор Кузьмич ценил больше всего. Это соответствовало его собственному подходу к делу. Однако внешне и даже по складу характера они совсем не походили друг на друга. Генерал был среднего роста, широкоплеч, подтянут и порывист в движениях, с открытым живым лицом, на котором, казалось, отражалось любое чувство. А Федор Кузьмич высок, сутул и нескладен в своем мешковатом старомодном костюме, седой ежик волос уже не мог скрыть явственно обозначившуюся лысину, круглые простые очки придавали ему и вовсе какой-то бухгалтерский вид. Федор Кузьмич всегда оставался сдержан, немногословен, угрюм даже, и потому, наверное, редкая улыбка, проступавшая вдруг сквозь усы, необыкновенно шла ему. Так вот, идя по бесконечным коридорам после пятиминутки у генерала и рассея на то и дело здоровые с кем-то, Федор Кузьмич думал о том, что чуть не за тридцать лет его работы в уголовном розыске сменилось для Альников. Но, кажется, давно уже не было такого подходящего, как сейчас. Хотя все они прежние были опытными работниками, прошедшими путь от рядового оперативника, своими ногами обегали всю Москву, на своих плечах взвесили опасную тяжесть их труда. А как же иначе? Сюда ведь не назначишь человека из другой руководящей сферы, не переведешь, не перебросишь. Здесь руководить надо не вообще, надо самому все знать и уметь, носом чуять, улавливать, даже предвидеть перспективу дела, ход расследования, прочность версии. Это дается только долгим опытом работы, только горбом. Поэтому куда повыше ставили порой совсем новых, свежих людей, а сюда нет шалиш, сюда только своего можно. Поэтому, небось, и генералами тут становится редко. Вот всего второй генерал за столько лет. Да, в опыте бывших начальников сомневаться не приходилось, в искренности их намерений тоже, однако подлинное уважение, а тем более всеобщая симпатия, завоевывались не только опытностью и искренностью. Федор Кузьмич, как и все в управлении, хорошо помнил случай, происшедший всего года два назад, когда теперешний начальник только принял дела. Трудный допрос по очень важному делу начал вдруг давать результат, и преступление вот-вот могло, как говорится, пойти на раскрытие. Оказавшись случайно на этом допросе, один прыткий зам начать дело тут же побежал с докладом к новому начальнику управления, выдав успех допроса, как вроде бы свой личный, и вообще стремясь нечто приятное сообщить первым и первым выслушать благодарность. Раньше такое часто приносило успех. Но на этот раз новый начальник молча выслушал доклад, потом задал два-три, казалось бы, ничего не значащих вопроса, но неожиданно самому докладывающему стало ясно, что он не должен был сюда прибегать первым, что он себя как бы раздел и показал, что в допросе по существу не участвовал, иначе обязательно знал бы некоторые детали, о которых будто невзначай спросил новый начальник. Да и то, что он так спешил сообщить, оказывается, далеко не означало успеха, и теперь ему следовало вернуться и самому включиться в неоконченный еще допрос, придав ему другое направление. Короче говоря, таким пристыженным замнач никогда еще не выходил из кабинета начальника управления. Неведомым образом случай этот стал вскоре всем известен, и урок запомнился. Сегодня генерал вел пятиминутку в обычном темпе, не позволяя утерять тот стремительный ритм, в котором живет огромный город, и заключил пятиминутку генерал, как всегда, энергично, но все, в бой. А суточную сводку, между тем, успели обсудить детально. В ней прежде всего обратила на себя внимание крупная квартирная кража. Было унесено много ценных антикварных вещей, но особое внимание эта кража привлекла тем, что в квартире была обнаружена стрелянная револьверная гильза, кем-то явно утерянная. В тот же день, то есть еще вчера, пули гильзотека научно-технического отдела дала заключение, что гильза от патрона из того самого нагана, который давно уже ходит в городе, и его давно ищут, месяц, наверное, когда впервые он был пущен в ход. — В котором часу вчера обнаружили кражу? — спросил генерал. — В четырнадцать часов, — доложил кто-то из присутствующих. — Кто из наших выезжал? — По городу дежурил мой Отколенко, — открикнулся Федор Кузьмич. Он и нашел гильзу. — День поработаете, а вечером, — сказал генерал, — прошу с Отколенко ко мне. Кражу эту забирайте себе. — Слушаюсь, — сдержанно ответил Федор Кузьмич, хотя любой другой начальник отдела на его месте непременно попытался выпередать это неприятное дело по принадлежности, ибо квартирными кражами отдел Цветкова не занимался. Но в деле был замешан тот самый наган, и Федор Кузьмич, поняв генерала, не возразил. Затем перешли к другим пунктам суточной сводки. Генерал обратил внимание на две драки в парке, обе ножевые, причем в результате одной из них человек был тяжело ранен и скончался в больнице. — Это не первый там случай, — строго сказал генерал. — Что-то у меня печень начинает нагреваться, когда я об этом парке слышу. — Прошу, — он обернулся к Федору Кузьмичу, — возьмитесь-ка посерьезнее за него. — Что там в самом деле происходит? Или я сгущаю краски, а? — тут же переспросил он. — После сегодняшней сводки не сгущаете, — невозмутимо ответил Федор Кузьмич. И вот, возвращаясь с пятиминутки, Федор Кузьмич думал о двух новых делах, которыми предстояло немедленно заняться. Когда он зашел к себе в кабинет, все сотрудники отдела уже собрались на утреннюю оперативку. Лосев, конечно, о чем-то азартно спорил, и длинная, тощая его фигура прямо-таки сломалась над спинкой стула. Так он перегнулся через нее, обращаясь к сидящему сзади него от коленка, на хмуром лице которого с упрямо выступающим подбородком было написано несогласие. — Прошу внимания, — сказал Федор Кузьмич, располагаясь за столом и доставая из кармана очки. Для начала, картина «По городу за истекшие сутки». Глуховатым своим голосом не спеша, словно вдумываясь в каждую фразу, он прочел сводку. И каждый, конечно, тоже отметил про себя крупную квартирную кражу и драки в парке. — Есть что добавить, — неожиданно объявил Петр Шухмин. Все с любопытством обернулись в его сторону. На Шухмина такое и вообще-то не было похоже, но уж к суточной сводке обычно и вовсе никто ничего добавить не мог, кроме сотрудников, выезжавших на место происшествия. А Шухмин вчера никуда не выезжал, это все знали. — Добавь! — кемнул ему Федор Кузьмич и даже снял очки. — Я вчера вечером как раз в парке был с одной девушкой, — несколько конфузис начал Петр. — Так вот, она мне про ту квартирную кражу кое-что рассказала. — Вот как надо выбирать девушек, — наставительно сказал Лосев, смеясь одними глазами. — Не всякая, гуляя, про такое расскажет. — Да она работает в том отделении, — досадливо воскликнул Шухмин. — Сказать не даете. — Так вот, часа за два или три до кражи, и он рассказал про записку, оставленную в квартире неподалеку от той, которую затем обокрали. — Интересно, — медленно произнес отколенко. — Ребята мне про эту записку не рассказывали, видно, не успели. Я оттуда сразу на другое происшествие уехал. — А записочка такое, о чем говорит, — заметил Лосев, — если, конечно, тут одна группа. — Разрешите, Федор Кузьмич? — обратился Лосев к Светкову. — Так вот, если это одна и та же группа, то можно предположить, что в первый раз они действительно ошиблись адресом, а значит, адрес-то был, то есть был подвод. И второе, думаю я, что группа-то приезжие, и город знает плохо. — Но тут у тебя натяжечка, — покачал головой от коленка. — Тем более, кто-то из них обронил там гильзу от Нагана, а Наган этот был месяц назад на преступлении. — Ну и что? — задиристо спросил Лосев. — Значит, они приехали сюда снова. — Может ведь и так быть? — Где, между прочим, ты ту гильзу нашел? — поинтересовался Федор Кузьмичу от коленка, вертя по привычке в руках очки. — Под диваном. — Как же она туда закатилась, по-твоему? — задал новый вопрос Федор Кузьмич. — Лосев с любопытством посмотрел на него. — За что-то Кузьмич зацепился, — подумал он. — Могла из кармана выпасть, — сказал от коленка. — Около того дивана стоял шахматный столик, и фигуры там были расставлены, ну, чтобы видны были. Ведь это же произведения искусства, а не просто шахматы — слоновые кости и серебро. Грабители в торопях столика прокинули, фигуры могли и под диван закатиться, а грабители унесли все до единой. Значит, ползали, собирали. Вот у кого-то гильза из кармана и выпала. — Да, — задумчиво произнес Федор Кузьмич и с силой потер ладонью ежик, сидеющих волос на затылке, что означало у него либо крайнее неудовольствие, либо такое же крайнее затруднение. — Прошлый раз где этот наган применили? — Его применили ночью на путях станции Курская-Пассажирская, — ответил Игорь Отколенко. — Перестрелка с охраной. — Что там случилось? — Они по путям бежали с какими-то вещами, хотели остановить, а они стрелять. И ушли. — Сколько их человек было? — В темноте не очень разобрали. Вроде трое. — Значит так, милые мои, ты, Отколенко, займешься этой кражей, ее нам отдали. Поезжай к ребятам в район, возглавь розыск. Вечером нас с тобой вызывает по этому делу генерал. Версию о приезжих не отбрасывай. Тут Лосев прав. Записочку получше изучи. Пригодится, я думаю. Помни, группа опасная. Мы за этим чертовым наганом уже сколько бегаем. Он ведь каждую минуту снова выстрелить может. Понял ты меня? — Так точно, — подтвердил Отколенко. — Еду. Он уже собрался встать, но Федор Кузьмич махнул ему очками. — Посиди. Еще один пункт надо обсудить. — Это насчет парка? — Вот-вот. — Ты вчера на убийство туда выезжал? — Так точно. Около двадцати четырех часов его там в кустах нашли, человека этого. Умер в больнице, не приходя в сознание. Выпивший был, но не очень. Две ножевых раны, одна смертельная. На месте происшествия ни одной зацепки. Да неизвестно, место ли это происшествие. Может, уже потом его в кусты сволокли. — Словом, пока глухо, — резюмировал Лосев. — А по второй драке что есть? — спросил Федор Кузьмич. — Там оба участника задержаны. Серьезных ранений нет. У одного только царапина. Сегодня ребята будут с ними разбираться. — Есть что добавить? — вдруг снова сказал Петр. Вид у него при этом был еще более смущенный. — Еще одна драка там вчера случилась. Тоже вечером. — В парке? — на всякий случай уточнил Федор Кузьмич. — Именно что. — Он там не с девушкой гулял. — Точно вам говорю, — объявил Лосев. — Девушка была только для маскировки. — Ну, сознайся, чего уж там, — обратился он к Петру и незаметно подмигнул окружающим. — Да нет, вы только послушайте, — словно оправдываясь, — сказал Петр. — Такого еще со мной не бывало, ей-богу. И Петр рассказал о странной слежке, которую за ним установили в парке, и о заключительной схватке с двумя парнями. — Так может, просто хулиганы, да еще выпившие? — предположил Цветков. — Нет, все тут, по-моему, не так, — сказал Лосев. — Они же потребовали, чтобы он из парка убрался и больше там не показывался. — Нет, что-то тут другое. — Не знаю, что может быть, — вздохнул Шухмин. — Я больше ничего придумать не могу. — Ничего придумывать и не надо, — пожал плечами Лосев. — Работать тут надо. — Вот именно! Неожиданно подвел итог Федор Кузьмич и пристукнул ладонью по столу. Именно — работать. — Вот ты, Лосев, сейчас и поезжай в парк. Все, милые мои, оперативка закончена. Как наш генерал говорит, в бой. Но в его устах этот энергичный призыв прозвучал как-то буднично. В отделении милиции, на территории которого произошла квартирная кража, от Коленко собрался ехать сразу, как только закончилась оперативка. Но ему повезло. В коридоре управления он неожиданно встретил Костю Красильщикова из того же отделения. Костя возвращался от кадровиков. — Опять у меня забирают человека. — Пойми, некому же работать! — горячо и обиженно говорил низенький толстый Красильщиков, пока они шли к остановке троллейбуса. — Ты же знаешь, вся мелочь, вся морока — все на нашу голову, не на вашу. Вы только большие дела берете. А с нас голову откручивают и за большие, и за малые. Вот голова кругом и идет. А тут еще работника забирают. Это вместо того, чтобы двух додать. Ну, скажи, можно так? Игорь согласно кивал в ответ. Он знал, почем фунт лиха в отделении, что там за сумасшедшая дерганная работа. И в то же время он знал, что, не поварившись в этом котле, хорошим сыщиком не станешь. И не потому, что в отделении приобретешь особый опыт раскрытия преступлений, его скорее наберешься в муре. Но в отделении усваиваешь другой, необходимый опыт. Здесь по-настоящему узнаешь жизнь во всех ее самых острых, болезненных поворотах и изломах. Здесь учишься распознавать людей. Каждую минуту сталкиваешься с неожиданными, сложными ситуациями, в которые эти люди вдруг попадают, и в которых они раскрываются, обнаруживая до того никому неведомые стороны своего характера. Словом, Игорь прекрасно знал нелегкий хлеб той работы и сейчас вполне сочувствовал Красильщикову. В троллейбусе, естественно, служебный разговор прекратился, а когда, наконец, добрались до места, и Красильщиков привычно даже с облегчением расположился в своем тесном кабинетике, Игорь завел разговор о деле, ради которого приехал. «Вы почему решили, что записку оставили те же самые, кто потом квартиру ограбил?» Прежде всего, поинтересовался он. «Адреса, понимаешь, больно похожи», — объяснил Красильщиков. Он раскрыл папку, которую только что достал из сейфа, и, перебрав немногие бумаги, вытащил одну и протянул Игорю. «Вот эта записка! Гляди!» Игорь рассмотрел записку с обычным неторопливым вниманием. Очень важная это была улика, и несла она в себе немало информации, надо было только суметь ее извлечь. Текст записки гласил «Извини, ошиблись адресом, бедно живешь». Особенности так называемой письменной речи свидетельствовали, во-первых, о неком все же культурном уровне автора в пределах, скажем, средней школы, во-вторых, о свойственной ему браваде, наглости и даже безбоязненности, присущей, скорее всего, неопытности. Значит, наряду с опытными преступниками, кража-то совершена была вполне квалифицированна, да и наличие нагана об этом свидетельствовало, в группе был и новичок. Вероятно, на это обратил внимание и красильщиков, он был опытный сыщик. Дальше. Вот почерк. Никуда не ушел от школьного, но рука огрубела, видимо, привыкла к другой работе. А вот записку эту написать потянула. Следующий пункт. Бумага. Листок вырван из блокнота. Бумага грубая, темная, волокнистая. Блокнот с такой бумагой сейчас вряд ли купишь в Москве. И это тоже тянет к приезжим. Виталий, кажется, угадал. Между прочим, блокнотами сейчас редко пользуются. А у парня в кармане блокнот. Но писать он не привык. У него явно другая работа. Зачем тогда блокнот? Записки пишет, заметки делает, расписки дает. Работа с этим связана? На большом заводе? В мастерской? За рулем? Привычно нанизывались мысли. Тянулась логическая ниточка. Не рвалась. Игорь снова повертел в руках записку. А парень-то, видимо, пользуется блокнотом часто. Записка написана уже на последнем листке. На обороте его виден еле заметный штампик, не печатный, типографский, а как бы чернильный. Штампик этот фабрики-изготовителя не иначе. Разобрать его сейчас невозможно. Этим должен заняться эксперт. Да, кажется, дорого обойдется этому парню его наглая выходка, но пока что он и его сообщники гуляют на свободе, и тот загадочный наган с ними. Игорю была уже знакома эта вечная нервная напряженность, когда где-то ходит оружие. Это гложащее чувство почти личной ответственности и вины, и ожидание, непрестанное ожидание нового несчастья. — Ну, а как с гильзой? — спросил Красильщиков. — Здорово все-таки, что ты на нее наткнулся. И чего тебя под диван потянуло? — Думал, может, фигурка шахматная закатилась. Столик-то рядом опрокинут был. — А диван, между прочим, старинный. Ты обратил внимание? — Красивый диван. — Мечтательно произнес Красильщиков. — Старинный, — подтвердил Игорь. — Все там старинное. — Кто хозяин-то? — Инженер. — Старина эта от отца ему досталась. Собиратель старик был, коллекционер. — А кто, по мнению инженера, подвод мог дать? Кто с его коллекцией знаком, ты спросил? — Ну, как же. — Это, говорит, подумать надо. Рассудительный такой мужик, выдержанный. Ну, я и решил. Пусть, мол, на своем диванчике посидит, подумает. Благо, не унесли его диван этот. Красильщиков хохотнул. Игорь представил себе тот диван на гнутых резных ножках, придававших ему удивительную легкость и изящество. Вспомнил овальную резную спинку дивана, в середину которой был вставлен тоже овальный пухлый матрасик, обтянутый, как и сиденья, и подлокотники дорогой набивной шелковой тканью. Когда Игорь заглянул под диван, он подивился, как искусно и аккуратно был отделан низ сидения деревянными планками. Но пыли под диваном было немало. Гильза закатилась недалеко, за переднюю ножку, и сразу бросилась Игорю в глаза. Дальше, до самой стены, возле которой стоял диван, ничего не было, никакой шахматной фигурки, только пыль и темный комочек у дальней ножки. Этот комочек мелькнул тогда мимо сознания, как незаслуживающее внимания. Что это было, кстати? Игорь невольно поморщился. Какая ерунда приходит, однако, в голову? Комочек, такой темный, как бы воздушный. Ну, комок свалявшейся пыли, пепел какой-нибудь. — Пепел? — Чепуха! Откуда там может оказаться пепел под диваном? И не в виде порошка, а целый сгоревший комок. Да и незаметно было, чтобы в комнате что-то жгли. Место преступления или, как говорят, происшествия, Игорь осматривать любил и умел. Делал он это аккуратно, методично, разгадывая по пути всякие неожиданные загадки. Он подмечал совсем вроде бы незаметные детали, находил и истолковывал еле видимые следы, и при этом успевал улавливать состояние, настроение окружающих, особенно пострадавших, свидетелей, понятых, даже своих товарищей, производивших вместе с ним осмотр. Все эти неторопливые и вдумчивые действия как нельзя лучше соответствовали его педантичному рассудительному нраву. Недаром следователи любили именно с отколенка выезжать на место происшествия. И Кузьмич, кстати говоря, в этом первом следственном действии по раскрытию преступления больше всех доверял отколенка. И вот что-то вдруг забеспокоило Игоря во вчерашнем осмотре. Этот непонятный дурацкий какой-то комочек под диваном у стенки, что ли? И он! И что-то еще! Игорь вспомнил хозяина квартиры, с которым так и не успел как следует поговорить. Среднего роста, худощавый, черная густая бородка, черные усы и совсем светлые глаза между припухшими веками, а в них растерянность, досада, даже горе. Ну еще бы! Такая крупная кража! Можно понять и досаду, и горе. А потом он что-то сказал Игорю. Игорь уже не помнил, что, но какая-то фраза или даже словечко... — Как его зовут, потерпевшего? — спросил Игорь. — Потехин Илья Васильевич, — ответил Красильщиков. — А что? — Да так, дай-ка я его допрос посмотрю. Красильщиков опять открыл папку и достал исписанные от руки бланки допроса. Игорь прибежал глазами вопросы и ответы. Нет, тут этого словечка, конечно, не было. Теперь Игорь вспомнил. Потехин сказал его не во время допроса. Что же именно? Игорь совсем не был уверен, что Потехин произнес что-то важное, существенное. И тем не менее это что-то не давало Игорю покоя. Но вспомнить было уже невозможно. Даже сам Потехин, наверное, не вспомнил бы, что он такое сказал вчера Игорю. — Чем вы сейчас занимаетесь по этому делу? — спросил Игорь. Красильщиков пожал плечами. — Да как всегда, отрабатываем связи. К нему же толпой всякие ценители-оценщики ходили, коллекционеры, скупщики-перекупщики, словом, черти кто. Это кроме обычных знакомых. А подвод тут был, это ясно. И не московским жуликом, а приезжим, — хмуро добавил Игорь. — Приезжим? — насторожился Красильщиков. — А Наган? Он ведь тут ходит, у нас. — Возможно, когда они тут, и он тут. — Ох, Игорек, сомнительно мне, — покачал головой Красильщиков. — Чует моя душа, хлебнем мы с этой кражей, будь она неладна. — Игорь в ответ только махнул рукой. — Дай-ка я Потехину позвоню. Охота мне еще разок зайти к нему. Красильщиков взглянул на часы. — На работе, небось. Вчера он случайно около двух домой заскочил. — Попробую все же, — решил Игорь. Ответил ему бойкий девичий голосок. — Папа нет дома. Кто его спрашивает? — Из милиции. — А, вы что хотите? — Повидать его хотим. — Приезжайте, он скоро будет. Игорь решил воспользоваться приглашением, но на всякий случай уточнил. — Я с кем говорю? — Это его дочь. Меня зовут Лена. Вы в школе учитесь? — К вашему сведению, я уже на четвертом курсе учусь. Педагогического. — Как это вы взрослый голос от детского не отличаете? Удивляюсь. — Извините, — усмехнулся Игорь. — А я капитан Откаленко. Сейчас к вам приеду. Дом, где жили Потехины, находился совсем недалеко от отделения милиции в соседнем переулке. Дом был новый из светлого кирпича с широкими красивыми лоджиями. Он свободно стоял в глубине обширного двора, и только верхние этажи были видны над зелеными кронами деревьев. Игорь поднялся на шестой этаж. Звонок за дверью мелодично и коротко звякнул. Тут же послышался торопливый стук каблучков, и дверь открылась. На пороге стояла длинная худая девица в ладных коричневых брючках и зеленой легкой кофточке на выпуск. Прямые желтые волосы спускались до лопаток, а половину широкого, как бы приплюснутого лица, закрывали дымчатые огромные очки. — Ага, пришли все-таки! — весело сказала девушка. — Ну и темпы у вас! Так сто раз убить могут, пока вы явитесь! — Вы бы мне сказали, что вас убивают, — ответно улыбнулся Игорь. — Я бы, знаете, как летел. Воображаю. — Проходите уж. — Папы пока нет, так что вас займу я. — Если не возражаете. Девушка была чуть не на пол головы выше от коленка и, наверное, вдвое тоньше, так что рядом они выглядели довольно комично. Впрочем, никому из них подобная мысль даже не пришла в голову. Настолько интересна была для обоих эта встреча. Они прошли в большую, залитую солнцем душную комнату, заставленную всякой старинной мебелью. Тут находился и красивый диван, запомнившийся Игорю. Рядом, видимо, той же эпохи старинная горка, застекленный книжный шкаф, буфет, ломберный столик, возле которого на специальных гранитных подставках стояли в ряд вдоль стены несколько отличных мраморных статуй, каких-то греческих богинь и героев. Над ними висели картины в потемневших золоченых рамах, а в углу громоздился большой красного дерева рояль. В свободных местах возле стен и окон разместились старинные кресла и пуфики. Было тесно, жарко и пахло пылью. — К вам, как в девятнадцатый век попадаешь! — оглядываясь, пошутил Игорь, не зная, куда поставить принесенный с собой портфель. — Это папа не устроил себе покоя, — насмешливо скривила губы Лена. Мы с мамой живем по-человечески. Хотите пройти ко мне? Не бойтесь, вы меня не скомпрометируете. — Пожалуй, не стоит, — ответил Игорь серьезно. — Лучше знаете что? — Вы мне покажите, где что лежало из того, что украли. Можете? Я вам список сейчас зачитаю. Игорь достал из кармана пиджака сложенный лист бумаги и, развернув его, приступил к чтению. — Значит, так. — Шахматы. — Ну, это я помню. На том столике, да? — Естественно, — жеманна пожала плечами Лена, опускаясь на диван. — Да вы садитесь. Курить будете? Она достала из кармана брюк, изящный кожаный портсигар, с желтой металлической застежкой и причудливую зажигалку. Игорь поблагодарил и вынул свои сигареты. Игорь продолжал спрашивать, поглядывая в список. А где лежали крест, веер и карманные часы? — Кресту этому, между прочим, цены нет, — многозначительно заметила Лена, картинно откинувшись на спинку дивана. Впрочем, папаня вам точно скажет его последнюю цену. И тут Игорь вспомнил. Вот какое словечко зацепилось у него в памяти после вчерашнего разговора с Потехиным. Игорь тогда удивил это выражение, которое употребил Потехин — последняя цена. — А что значит «последняя цена»? — поинтересовался Игорь. — Что же тут непонятного? — снисходительно удивилась Лена, не меняя позы. — Золото, старинные вещи все время дорожают, и папаня очень внимательно за этим следит. Надо же быть в курсе. Вот, смотрите. Она вскочила с дивана, оставив сигарету в маленькой пепельнице, и танцующей походкой подошла к шифонеру. Открыв дверцу и выдвинув нижний ящичек, она достала маленькую зеленую шкатулку и на вытянутой руке поднесла ее Игорю. Видите, это прошлый век. Александр Второй, кажется. Малахит и золото. Правда, красиво? Очень. Димная вещица. А теперь глядите сюда. Она открыла шкатулку. На дне ее лежал квадратик плотной бумаги, на котором в столбик были выписаны годы, начиная с 1969-го. А напротив каждого года стояла сумма в рублях. Сначала трехзначная, а потом четырехзначная. Видите, как растет ее цена? С гордостью спросила Лена, словно это была ее личная заслуга. Ивер кивнул. Вот то-то же. А почему запись начинается с 1969-го? Куплена была в этом году. Какой вы непонятливый! Кокетливо сказала Лена. Она аккуратно поставила шкатулку на место и все той же танцующей грациозной походкой направилась к дивану. Непринужденно расположившись на нем, она потянулась к оставленной сигарете. И вот так папаня поступает с каждой вещью, включая мебель, — сообщила она. Каждый год все оценивает заново. Конечно. А как же иначе? Но он же не собирается все это продавать. Понятное дело, нет. Но знать, чем обладаешь, надо, — убежденно заключила Лена. И все это приходится вести на оценку. Или оценщики приходят к вам? — Приходят, — раздраженно бросила Лена. — Конца им нет. — Знакомые? — За столько лет не то что познакомиться, породниться можно. — Да, вы невеста завидная, — улыбнулся отколенка. — Не очень. У меня жуткий характер. Да и вообще не собираюсь замуж. Дети, готовка, пеленки, спасибо. У меня такого инстинкта нет. Пусть другие этим наслаждаются. Я считаю, если любить, то в чистом виде. Как это понимать? А так, я и он, и все. И больше мне ничего не надо. Так, Леночка, не бывает. А у меня вот будет. Приходите через пять лет, увидите. Договорились. А пока вернемся к этому списку. Где лежали крест, вееры, золотые карманные часы фирмы Павел Буре. С тремя крышками? Они считались особо дорогими даже тогда при Буре. Все это лежало вот здесь, в горке. Игорь прочел весь список украденных вещей. — Кстати, среди оценщиков есть, наверное, и близкие друзья, — спросил Игорь как можно равнодушнее. Лена пожала плечами. — Есть, наверное. Только я их не знаю. У меня свои близкие друзья. Поинтереснее. А теперь, Леночка, я проделаю одну операцию. — Вы не удивляетесь только, — сказал Игорь, вставая. И попрошу вас пересесть. Ну, хотя бы на этот стул. Пожалуйста. Девушка послушно поднялась с дивана и самым невинным голосом осведомилась. — Вы со мной хотите операцию проделать? — Нет, — сухо ответил Игорь. — С диваном. Игорь достал из портфеля круглый высокий сверток. В нем оказалась стеклянная банка, разделенная внутри на две части. В нижней части была налита какая-то прозрачная жидкость. Сверху банка была закрыта плотно притертой пробкой. Игорь аккуратно поставил банку на шахматный столик, затем достал из портфеля фонарик на длинные рукоятки и тонкий пинцет. — Это что же такое? — с любопытством спросила Лена, указывая на банку. — Эксикатор. — А зачем он? — Может быть, и незачем. Посмотрим. Игорь опустился на пол, подлез под диван и зажег фонарик. Так и есть. Загадочный комок темнел у стены возле задней ножки дивана. Положив зажженный фонарик на пол, Игорь стал медленно осторожно отодвигать диван, не спуская глаз с темного комочка, который начал чуть заметно шевелиться под дуновением воздуха. И Игорь с удовлетворением отметил про себя, что не ошибся, комочек был пеплом, случайно не разрушившимся, а унесенным потоком теплого воздуха, когда здесь совсем рядом сожгли несколько бумаг. Но это все еще предстояло обдумать. А пока надо было действовать с величайшей осторожностью, раз уж Игорь взял на себя обязанности эксперта, первоначальные, конечно, обязанности, дальше этим комочком пепла будет заниматься специалист. Игорь взял со столика банку и пинцет и снова нырнул под диван. Там он в узком свете фонарика подполз на локтях поближе к темному комочку, открыл банку и, затаив дыхание, осторожно поддел пинцетом комочек пепла, медленно перенес его в банку, опустив верхнее отделение, затем плотно закрыл ее пробкой и тогда только с облегчением жадно вздохнул. — Вы чего там сопите? — насмешливо любопытствовала Лена. — Ничего, все в порядке, — ответил Игорь, выползая из-под дивана и отряхиваясь. — Вы уж извините меня за этот цирк. — А чем вы там занимались? Что это в банке? — В банке? Игорь вовсе не собирался посвящать девушку в свой опыт с пеплом. — Это я еще вчера должен был сделать, — сказал он самым равнодушным тоном и даже пренебрежительно махнул на банку рукой. Видно, кто-то из преступников заполз под диван, скорее всего, за шахматной фигуркой, которая туда закатилась, и собрал одеждой комок пыли. Ее важно исследовать. — Наука в борьбе с преступностью! — иронически произнесла Лена. Внезапно на столике у двери зазвонил телефон. Лена поспешно поднялась со стула, взяла трубку. — Алло! Папа! Ну где же ты? Тебя тут из милиции дожидаются. — Ну это уж ты сам спроси. — Мы? Беседуем на разные темы, проводим интересные опыты. Она опрыснула. — Да нет! Ничего мы не попортим, не волнуйся! — Что я не понимаю? — О, Господи! Мне это надоело! Пока! Она раздраженно бросила трубку и обернулась с катколенка. — Мой драгоценный папаня приехать никак не может. Просит извинить. — Он вам очень нужен? — Да нет! Не горит! — заверил ее Игорь. — В другой раз повидаемся. Завтра, например. — Но я сначала позвоню. Игорь поднялся. — Все, Леночка, пойду. Рад был познакомиться. — Так и быть! — театрально вздохнула Лена. — Отпущу. — Была без радости любовь. Разлука будет без печали, — как написал поэт. Уже спускаясь в лифте, Игорь удовлетворенно подумал. — А ключик-то от кражи, возможно, у меня в портфеле. В тот же день Виталий Лосев после окончания оперативки в отделе направился в этот злополучный парк, где накануне так неудачно провел вечер Петр Шухмин со своей девушкой. Предупрежденный по телефону капитан Филипенко встретил Лосева с нескрываемым удовольствием. Еще бы, ведь сам Мур принимался за дело. И отчетность по их милицейскому пункту будет выглядеть красиво. Однако, кроме таких чуть корыстных соображений, Филипенко просто был рад встретиться с Лосевым, о котором кое-что уже слышал. При всей коллективности в работе розыска Лосев сумел отличиться в нескольких громких делах, о раскрытии которых потом докладывал на одном из занятий в школе оперативного мастерства, где собирался руководящий состав уголовного розыска со всего города. Вел тогда занятия сам генерал, Филипенко очень хорошо это помнил. И вторым пунктом было сообщение Лосева. Главный упор Лосев тогда делал на психологию допроса. Его начальник отдела, полковник Цветков, сказал, что у Лосева это сильная сторона в расследовании. Ну а сам Лосев начал свое выступление словами. «Товарищи, преступник, тоже человек». По аудитории прошел сдержанный смешок. В зале сидели зубры, которые без того знали такие прописные истины. Но дальше все было важно и интересно. И проводили Лосева уважительно. Поэтому, узнав, что приедет Лосев, Филипенко сразу же вспомнил то занятие. Увидев стремительно входящего к нему Лосева, Филипенко поспешно вскочил из-за своего стола, словно ему перелилась энергия, излучаемая гостем. На оживленном, уже слегка загорелом лице Лосева светилась такая искренняя доброжелательность и симпатия, что Филипенко сразу поддался его обаянию. «Привет», — сказал Лосев, — «капитан Филипенко, ну, мы вроде почти однолетки с тобой. И в звание недалеко ты от меня ушел, так что можем по имени, если не возражаешь. Тебя как зовут? Василий. А тебя Виталий. Точно. Но для начала расскажи про убийство. Что там известно?» Все еще продолжая дружеско улыбаться, Филипенко повернулся в своем кресле к стоящему рядом сейфу, приоткрыл тяжелую дверцу с торчащей в ней связкой ключей, достал тоненькую зеленую папку и торопливо проглядел бумаги. «Значит так», — словно в чем-то убедившись, начал он, откидываясь на спинку кресла, и лицо его при этом сразу стало сосредоточенным. «Человека нашли в кустах. Случайно дружинники нашли. Это ты знаешь?» «Знаю. И никаких зацепок. Тогда ночью действительно никаких не нашли. А потом?» «А потом?» Уже утром. Филипенко усмехнулся. Я сюда примахал, веришь, чуть не в шесть утра. Утром здесь никого, обстановка с ночи не нарушена. Трава, кусты кругом, дорожки. Место, где его нашли, я еще раз повнимательней осмотрел. На коленях все излазил, носом пропахал. Ничего, ни нитки, ни пылинки. А вот в стороне она и откатиться могла. Нашел бутылку из-под водки. «Сколько она, интересно, пролежала там, бутылка эта?» «Тот-то и оно. Вроде совсем свежая. Но я ее, как положено, упаковал и в НТО отправил. Может, там какие пальчики обнаружатся?» «Ну что ж, уже хорошо», — задумчиво произнес Лосев. «А личность убитого, значит, не установлена, и никаких документов при нем. Ничего, ни бумажки. И опознать пока некому. Пьян ведь был. А о пьяницах родные начинают тревожиться, как правило, на вторые, а то и на третьи сутки. «Каков характер ранений?» «Два удара ножом. Один смертельный. Значит, все-таки драка была, думаешь?» «Скорее всего». «Так», — неопределенно протянул Виталий. «Ладно. Пока пойдем дальше. Что там еще за драка была?» «Обычная драка. Пьянь подзаборная. Правда, у одного вроде нож был, но вход пустить не успел». «Допрашивал?» «Нет еще. Вчера не разговор был, а сегодня только собрался, позвонили, что ты приедешь. Но решил подождать. Злее будут». «Злость в нашем деле не помощник. А личность их установили?» «Да их обоих каждая собака тут знает». «Ну и кто такие?» «Один Гошка. Кличка Горшок. На аттракционах в парке работает. На набережной. Видел?» «Вроде видел. Ну вот. А второй Володя — дачник. Этот рабочий в парке. По уборке. Пьет в мертвую. Давно гнать его пора. Сам уже предлагает». «Сам? Ну да. Пойду, — говорит, — где меня еще не знают. Подержит месяца три, пока пьянешься». Пьянство мое им тоже поперек не станет. «Тогда дальше двину». «А сказал, хоть из-за чего подрались?» «Да так, — говорит, — из желания. Вообще похоже». «Вполне», — согласился Лосев. «Ну а с тем, который на Шухмина кинулся, ты больше не говорил?» «Нет. «Вчера дерзко себя вел, все наврал. И где живет, и где работает. Ну и пьян был тоже. Позже, между прочим, вот это заявление поступило от свидетеля через час, наверное». Филипенко придвинул Лосеву через стол исписанный лист. Виталий прочел заявление и прихлопнул ладонью по столу, незаметно для себя повторяя привычку своего начальника отдела Цветкова. «Ладно, — сказал он, — давай займись теми двумя. Место жительства уточни только, если выгонять будешь, вдруг понадобится. А мне этого голубчика давай, Витька, значит». «Витька, фамилия Коротков, видимо, тоже с Тракционов на набережной. Ну, там, я гляжу, передовой коллектив собрался». «А где мы с этим Витькой обоснуемся?» «Тут оставайся», — решил Филипенко. «А я себе место найду». Филипенко ушел, а Виталий перебрался за его стол и, посвистывая, стал разглядывать корешки книг на полочке возле сейфа. Через минуту в кабинет доставили Витьку. Видно было, что провел он беспокойную ночь и кое-что обдумал. О вчерашнем его состоянии напоминали только темные круги под глазами, нервное подергивание то века, то уголка рта и какой-то скачущий, неустойчивый взгляд. Но вся его тощая, чуть сутулая фигура была налита пружинищей силой, и под серой курткой угадывались литые мышцы. Лосев наметанным глазом сразу ухватил это и подумал, что парень, видимо, много занимался спортом, причем еще сравнительно недавно. Сейчас, правда, вял и разбит. — Интересно, каким видом спорта он занимался и чего успел достигнуть, пока не покатился вниз. Виталий всегда уважал людей, которые чего-то в жизни добились. Ему показалось, что в свое время достиг чего-то и этот парень. — Эх, Витя! — вздохнул Лосев, критически оглядывая парня. — А ведь мне кажется, ты классным спортсменом был. Не пойму только, каким ты видом занимался. Ты не угадаешь, а я забыл, — хмуро отрезал Виктор. И не сосет, не тянет. Тони Лосева были искренние сочувствия и живой непритворный интерес, словно он расспрашивал о болезни, которая может вот-вот и сам заболеть. — Представь себе, и не сосет, и не тянет, — угрюмо бросил парень. — Вот насчет опохмелиться — тянет, это да. Все жду, когда ты меня отпустишь. — Не жди ведь, — снова вздохнул Виталий. — Не отпущу я тебя. — Это как? Парень даже подскочил на стуле. Вчера сгоряча могли отпустить, конечно, но вел-то себя, говорят, плохо, и этой ошибки совершить им не дал, — усмехнулся Лосев. — Ну а сейчас-то чего? — А сейчас, Виктор, ошибки быть не может. Нападение с ножом на работника милиции. Слишком ты опасен, чтобы тебя отпускать. — Не мой нож, — слабо возразил Витька. — Твой. — Два свидетеля есть. Девушка и еще один гражданин. Он сам потом в милицию пришел. — Да ты его видел. Так что тебе и на свидетелей повезло. Все одно к одному. — Не видел я никого. — Видел. И он все видел. А в заявлении написал, что испугался тебя, потому и пришел. — Это пишет потенциальный убийца. Вот кем ты ему в тот момент показался. Виктор, отвернувшись, молчал. Для него, очевидно, был полнейшей неожиданностью такой поворот в его деле. Но он поборол слабость, даже заставил себя презрительно усмехнуться. Это, правда, стоило ему немалых усилий. — Плевал я на вашего свидетеля. — Плевать ведь и не надо, — покачал головой Лосев. — Надо все трезво взвесить и найти верную линию поведения, чтобы спасти то, что еще можно спасти. — Зареветь и во всем признаться, — иронически спросил Виктор. — Зареветь у тебя все равно не получится, а признаваться уже не в чем. И так все ясно. И ни на кого не свалишь. Никто тебя не подучил, не подпоил. Нет главаря, нет подстрекателя. Даже тот парень в красной рубахе... Как я бы зовут, ты сказал? Я тебе еще ничего не сказал. Да нет, вчера. Забыл. Ну, неважно. Потому что и он тут ни при чем. В крайнем случае может пройти как второстепенный соучастник или свидетель. Он что ж, по-твоему, против меня свидетелем пойдет? А какой вообще за тебя свидетель может быть? Что он скажет? Будь-то ты нечаянно ножом махнул? Или что человек-то вообще-то хороший, а в тот вечер только оступился? Эх, Витя! Было же время, когда ты, допустим, гонял мяч, и ни о чем плохом и в самом деле не думал. Мяч гонял, со вздохом согласился вдруг Виктор. Во второй лиге. Во второй лиге. Ого! А где стоял? В средней линии. Работал я с обеих ног, и куда развернусь, никто угадать не мог. К такому всегда трудно пристроиться. Вот-вот. Тонкий розыгрыш я любил. С тоской продолжал Витька, глядя мимо Виталия куда-то за его спину. Длинный пас, неожиданный, только вперед на атаку. Для этого форварды знаешь, какие нужны. Ох, компания у нас тогда была. Сейчас половина уже в первой лиге играет. Пригласили. Как же ты из такой компании ушел? Да так. Обиделся сначала, дурак. На игру меня не поставили. А я ночью не спал ее ждал. Мне бы стерпеть. Ну, а тут еще нехорошее дело открылось. Переманили у нас двоих. Вот они напоследок ту игру своим будущим коллегам издали по существу. Я, как узнал, психанул, конечно. Конечно, напился, помню, в первый раз до потери сознания. А потом увидел, что и без тебя обошлись, и без тех двух. Ясное дело, обошлись. Эх, без всех нас обойтись можно, мы только обойтись не можем. Помнишь, как с Араратом было? Незаменимых выкинули, когда те зазнались, сами переболели года два, и какая команда стала отличная. — Арарат, да, — живо согласился Виктор. — Он еще чемпионом будет, увидишь. Оба они незаметно увлеклись. Вообще-то Лосев пошел на это сознательно, но азарт собеседника захватил и его самого. Даже не предметом разговора, хотя футбол Лосев и в самом деле искренне любил еще с армии, где играл в команде своей части. Нет, завязавшийся сейчас разговор заинтересовал его своей психологической и нравственной подоплекой. Сейчас этот парень невольно раскрывался перед Лосевым, очевидно, лучшей своей стороной, лучшими качествами, которые в нем пока сохранились. И совсем молодые еще, — завистливо вздохнул Виктор, имея в виду команду армянских футболистов. — Но перспективные — это точно. А двое-трое, я тебе скажу, там уже классные игроки, хоть сейчас можно в сборную ставить. — А тебе самому-то сколько? — Мне? — Двадцать. — Да что я? — Что ты? С какой-то невольной тоскливой злостью переспросил Лосев. — Да как ты мог? Скажи мне ни с того ни с сего вдруг на человека с ножом броситься. — Ну как, как? Выпивший был. — Прешь. — Я сколько хочешь выпью, а все равно не брошусь. — А если прикажут, — сощурился Виктор, — или купят? — Как тебя, скажем? — Да это я так, к примеру. Пример-то у тебя дурацкий. Лучше объясни, зачем ты на человека бросился. Неужели просто, чтобы кровь пустить? — Ну мало ли, — Виктор беспокойно заерзал на стуле. — А чего он ходит, где не надо? Вот мы ему и сказали, чтобы сматывал. — Ты что ли сказал? — Ну, горшок, какая разница? — А что именно он сказал? Лосев, конечно, сразу уловил кличку, которая сорвалась у Виктора. — Чтоб в парке того больше не было. — А почему? — Ну почему, почему? — Потому. Витька явно не знал, что ответить. Но Лосев чувствовал, что причина существовала, серьезная причина, почему парни потребовали от Шухмина, чтобы он ушел из парка и больше там не показывался. — Ты, Виктор, пойми, — посоветовал Лосев. — Просто так ты его хотел прогнать или не просто так? Сейчас значения уже не имеет. Сейчас тебе надо думать о другом, о себе думать, сбрасывать годы. — Это как же? А так, допустим, статья предусматривает санкцию от двух до пяти лет за одно и то же преступление. Меньше нельзя и больше нельзя. Но чтобы суд мог, если само преступление доказано, учесть личность подсудимого, его поведение на следствии, мотивы преступления, то есть что толкнуло, понял? — Понял, Неглининый. Вот поэтому я тебе и говорю, что надо годы сбрасывать. Два года — это лучше пяти. Такая арифметика тебе, надеюсь, понятна? — Еще бы. Так вот, чтобы получить, допустим, два или три года, а не пять, надо как минимум себя правильно вести на следствии, помочь ему, а не мешать. А как максимум? Как максимум, Витя, надо искренне раскаяться не только в том, что совершил, но и во всей своей неправедной жизни твердо раскаяться и твердо решить ее менять. Но этого, честно говоря, я от тебя пока не жду. Это сразу не приходит. Сейчас ты помоги мне, исходя хотя бы из своих собственных интересов. Понял, что говорю? — Понял, — хмуро ответил Виктор. — Ну, а какая статья мне светит? — Видишь ли, можно тут применить двести шестую, часть вторая. Это злостное хулиганство, особо дерзкое. Был нож, да и групповое оно. — Какое групповое? Я же один. Двое вас было. Свидетели видели. И если один убежал, это ничего не меняет. Тем более он-то первый и пристал. Так что роли разные, но драка общая. Так упавшим голосом протянул Витька. И сколько же отламывается по этой статье? Как раз до пяти лет. Витька даже присвистнул. Годов не жалеют. Что верно, то верно, — согласился Лосев. И с этим фактом надо считаться. Но могут квалифицировать твои действия и по другой статье. Допустим, сто девяносто первый два. Это уже посягательство на жизнь работника милиции. Тут наказание предусмотрено от пяти до пятнадцати лет. Ну да! С тревогой воскликнул Виктор. Виталий помедлил, соображая. Но с другой стороны, вы же не знали, что Шухмин работник милиции. Он был не в форме, да еще с девушкой. Ну, ясное дело, откуда нам было знать? Вот и я так думаю. Цели ограбления у вас тоже не было. Так? Так, — с готовностью подхватил Витька. Цель была дурацкая, как я погляжу, чтобы Шухмин больше не ходил с девушкой в парк. Почему-то от других посетителей вы этого не требовали. Только к Шухмину прицепились. Может, и в самом деле работника милиции в нем узнали? Да нет же, точно тебе говорю. Но тогда почему именно к нему? Учти, это и на суде у тебя спросят. Ну, почему? Пьяные были. Пьяные целый час ни за кем ходить не будут. Что-нибудь другое придумай, чтобы поверили. А лучше всего скажи правду. Вы за ним целый час шли, так? А я помню. Где вы их встретили? Не помню уже. А ты постарайся. Говорю, не помню. И все. Заупрямился Витька. Лосев помолчал. Странно, однако. В этом пункте парень ведет себя особенно упрямо. Место встречи с Шухминым и, следовательно, начала слежки он указывать явно не желает. Может быть, здесь скрыта и причина слежки? Допустим, Шухмин в том месте увидел что-то неприятное для них, опасное, и они решили посмотреть, куда он после этого пойдет. Не в милицию ли? Но то же самое видели и десятки других людей вокруг, почему эти парни выбрали именно Шухмина. Он иначе повел себя, чем другие. Шухмин про это ничего не сказал. Значит, он сам этого не заметил. А если Шухмин со своей девушкой забрел куда-нибудь, где больше никого не было, и там Петр что-то заметил? Может, парни там ограбили кого-то или что-то украли? Нет, в таких случаях убегают. Они следят за свидетелями. Да и не заметил Петр ничего подозрительного, иначе бы сказал. Странно. Все очень странно. Лосев вздохнул. Ну, гляди, Витя, ты сейчас не все говоришь, я же вижу. И ничем помочь мне пока не хочешь. Подумай. Я ведь тебе все обрисовал, что тебя ждет. И помни, два пункта в твоем поведении на следствии в суду ой как не понравится. Первое — это то, что ты следствию ничем не захотел помочь. А второе — главное, что ты следствие обманывал, говорил неправду. Не обманываю я, — угрюм возразил Виктор, глядя в сторону. Обманываешь. Причем глупо обманываешь, наивно. И все это увидят. Ведь в шухмину вы прицепились не случайно. Витя не спьянул. Ну, а пусть не торчит, где не надо. Вылупил, понимаешь, зенки свои. Он вдруг умолк, словно натолкнулся на что-то и нервно пробормотал, продолжая мять в руках свою старенькую кепку. Да чего там говорить? Вот сейчас как раз и говорить, — спокойно заметил Лосев, подчеркнуто равнодушно заметил, как бы давая понять, что говорить сейчас это прежде всего в интересах самого Витьки. Впрочем, если хочешь, подожди. Тебя еще следователь официально допрашивать будет. Вот ему и скажешь, где именно торчал шухмин, где он зенки свои вылупил и почему вы после этого за ним пошли. Да это я так. Нет, Витя, не так. Это у тебя вырвалось. Случайно вырвалось, не сдержался. Только я тебя на этой случайности ловить не буду. Захочешь, сам следователю расскажешь. Сдохну сначала. Нет, все так же спокойно покачал головой Лосев. Это только кажется. И помедлив спросил. Ну, а дома у тебя кто? Одна мать? Еще сестренка. Шесть лет ей. А отец где? Пять лет как убежал без оглядки. След давно простыл. От матери не один он сбежал уже. Кто хочешь, сбежит. Ты что же, неужели мать не любишь? А за что мне ее любить? Она нас не замечает. Мы ее. И в расчете. Лосев отметил про себя это «мы». Кого же она замечает? Мужиков, а те ее. Красивая больно. Сколько же ей лет? Тридцать девять или сорок. Ну, а дают тридцать. Раньше, как мужик какой приходил, меня за брата выдавали. Потеха. А теперь? Теперь ухожу. А лялька ей не помеха. Сейчас и вовсе легче будет. Что сын в тюрьме, говорит, не обязательно. Лялька вот совсем пропадет. Это уже точно. А у тебя подружка есть? В гробу я их видел, подружек этих. Что ж у тебя, Витя, в таком разе осталось? Водка одна? Ну и пусть. Зато она не обманет, не продаст. Продаст. Да если хочешь знать, уже продала. Сам же говоришь, пьяный был, от того и на человека с ножом бросился. Или, может, зря ты на нее грешишь, на водку, а? Не дождавшись ответа, Виталий продолжал. Ну и еще ты, конечно, считаешь, что друзья-товарищи у тебя верные есть. Думаешь, если вместе водку пьете, так уже друзья? Вон, как твой дружок, дер удал, видел? Ну чего привязался? Не друг он мне вовсе. Виктор сидел нахоклившись, положив ногу на ногу и нацепив на острую коленку свою мятую кепку. Глаза его мрачно уперлись в пол, и щеки, казалось, еще больше запали, под кожей проступились стиснутые челюсти. Ладно, Витя, вздохнул Лосев, кончим пока на этом. Теперь у тебя есть над чем подумать. Может, и в самом деле ты следователю потом больше скажешь. Я и того ему не скажу. А вдруг надумаешь? А надумаю, так тебя велю позвать. Виталий улыбнулся. Ишь, командир. Ну давай, думай и зови. Приду. Договорились? Видно будет. Умерил его веселость Витька. Когда парня увели, Виталий остался сидеть за столом. Ему вдруг пришел в голову интересный план. Рискованный, правда. Но зато, если он удастся, Виталий одним ударом пробьется к разгадке странного ребуса, который загадали ему тут эти парни. Глава третья. Появляется некий борода. На следующее утро Игорь Отколенко прежде всего отправился в научно-технический отдел к эксперту Наталье Федоровне Земной, давней своей приятельницы. Худенькая, подвижная, с лучистыми глазами, на утомленном лице и большими рабочими руками, Наталья Федоровна была всеобщей любимицей. Но сама она выделяла работников розыска, все их просьбы старалась выполнять вне очереди, каждый раз с опаской спрашивая перед очередной экспертизой. «А не убежит, пока я тут возиться буду?» За какой-нибудь сложной экспертизой она могла просидеть до ночи. Игорь заглянул в лабораторию и сразу увидел маленькую фигурку в белом халате возле дальнего окна. Почему-то, вздохнув, Игорь направился к ней, огибая длинные белые столы со стоящими на них приборами. Никого из сотрудников лаборатории в этот момент не было, и тишина здесь стояла удивительная. Наталья Федоровна услышала шаги и оглянулась. Узнав Игоря, она закивала ему и слабо как-то виновата улыбнулась. «Готова, готова!» — сказала она, отходя от окна и обеими руками поправляя пышные темные волосы, собранные на затылке. Наталья Федоровна достала из ящика заключение экспертизы. К листу была приклеена фотография — морщинистый белесый листок и темные малоразборчивые буквы на нем, три неровных коротких строчки. «Хочешь своими глазами посмотреть?» — спросила Наталья Федоровна. Она осторожно достала из стоявшей на соседнем столе небольшой муфельной печи два сложных стеклышка и показала от коленка. «Видишь?» В эксекаторе комок пепла увлажнился, его удалось на стекле расправить и другим прижать. В печи при огромной температуре пепел побелел, а текст выступил. В чернилах или шариковой краске содержится металл, он не сгорает. От коленка молча и жадно всматривался проступивший под стеклышком текст. «Чудо! Что ни говори! Ведь из комка пепла или дотла сгоревшей бумаги возник вдруг текст, и вот, пожалуйста, можно прочесть, узнать что-то, заглянуть туда, куда тебя ни за что не хотели пустить». А если тут секрет, который вовсе не касается следствия, что ж, тогда это здесь и умрет, таков закон их профессии, юридический и нравственный закон. Но все-таки что же тут написано и кем? Интересно знать. Игорь вляделся в темные корявые буквы, но прочесть не смог. Тогда я перевел взгляд на протокол экспертизы, который держал в другой руке. Вот эксперт приводит сохранившийся в записке текст. «Уюсь долю Бориса за в мае полн по т». А дальше в протоколе следовал предполагаемый полный текст с логически заполненными пропусками. «Обязуюсь вернуть долю Бориса за такой-то месяц в мае полностью потехен». «Интересно», — медленно произнес от коленка, потирая подбородок. «Хозяин квартиры писал. Расписка это — обязательство». «Безусловно», — кемнула Наталья Федоровна. «Пригодится?» «Возможно, когда-нибудь. Но к краже отношения, видимо, не имеет. А вот записочка, которую я вам передал, точно имеет». «С записочкой проще», — сказала Наталья Федоровна. «Вернее, со штампиком на обороте. Прочесть его труда не составила». «Вам», — улыбнулся Игорь. «Ну, само собой», — согласилась Наталья Федоровна и достала из ящика стола еще один лист. «Вот заключение. Блокнот изготовлен цехом ширпотреба типографии в городе Аджоникидзе. Я сразу же и справку навела, чтобы быстрее было. У вас же всегда пожар. Так вот, вся продукция цеха реализуется в пределах Северного Кавказа». «О-о-о», — поднял палец Игорь, — «то, что требуется. Спасибо вам огромное». От коленка забрал протоколы обеих экспертиз и направился к себе. Шагая длинными коридорами, он думал о том, какая важная ниточка попала ему в руки вместе с той запиской. Потом он вспомнил о бородатом, бледном потехине, который обещал какому-то Борису вернуть его долю полностью в мае. Что это за доля, интересно знать? Ежемесячная, видно, доля. Потехин, вероятно, отнюдь не наследовал свою коллекцию от отца или, во всяком случае, активно продолжал ее пополнять, скупая вещи большой ценности. Откуда же у скромного инженера могли взяться такие деньги? Возможно, конечно, что он одни вещи продавал, другие покупал, недаром так внимательно следил за ростом цен. А может быть, и спекулирует чем-то. Сожженная записка подтверждала, что у Потехина велись секретные расчеты. Однако все эти открытия, характеризуя самого Потехина, нисколько пока что не помогали раскрытию совершенной у него кражи. Да, Потехин — не созерцатель прекрасного, не восторженный вздыхатель. Это прежде всего делец и доставало. Игорь был убежден в этом. А раз так, то на все он не пойдет, в лепешку расшибаться не станет, чтобы помочь следствию. Наоборот, кое-что будет заинтересован от следствия скрыть кое-какие связи, кое-какие источники. Сам он, конечно, кого хочешь задушит и утопит, чтобы вернуть свое добро. Мое значит мое, и убью, если тронешь. Но третий тут не суйся. Ах, как важно было удостовериться, прав ли Игорь в своих рассуждениях, таков ли Потехин, каким он себе его сейчас представил. Вот и вырисовалась конкретная цель предстоящей беседы с Потехиным. Его следует заставить раскрыться, а для этого запутать, дезориентировать. В противоположность Лосеву Игорь вовсе не был склонен заранее настраиваться на благошелательный лад и представлять человека хорошим, пока тот сам не убедит его в этом. Эта лосевская манера вызывала у Игоря только иронию. Игорь смотрел на людей куда более критически, и ко всяким сентиментальностям склонен не был. Пусть люди еще докажут, что они лучше, чем он о них думает. Вот и Потехин тоже. Игорь посмотрел на часы. Что ж, у него еще немало времени, пока явится уважаемый Илья Васильевич. Ровно в условленный час в кабинет от коленка постучали, и на пороге возник Потехин. В темном добротном костюме белой сорочки с полосатым галстуком спокойных тонов он белозубо улыбался сквозь густую черную бородку, и светлые глаза прямо-таки источали приязнь и симпатию. В руке у Потехина был красивый портфель. Словом, производил он самое солидное и приятное впечатление. — Разрешите? — спросил Потехин и, шутя, добавил. — К вам не просто попасть, но еще труднее, наверное, от вас выбраться. — Что вы? — беспечно отмахнулся Игорь. — Обычно не знаешь, как скорее расстаться. — Прошу, прошу. — К вам это не относится, как вы понимаете. — Будем надеяться, — засмеялся Потехин, усаживаясь возле стола и ставя у ног свой объемистый портфель. — Так вот какое положение на сегодняшний день, Илья Васильевич. Можно считать установленным, что кража у вас произошла не случайно. Ваш адрес был вручен грабителям, именно вручен, не сами его они узнали. Остается доискаться, кто именно его вручил. — Дело словом за пустяком, — усмехнулся Потехин. — Игорю усмешка не понравилась. — Ты у меня еще посмеешься, — мысленно пообещал он этому самоуверенному человеку. — Вот этим пустяком, — сдержанно сказал Игорь, — мы сейчас и займемся, если не возражаете. — Не возражаю, — кивнул Потехин, и лицо его стало серьезным. — С какого только конца начинать не представляю. — Я вам сейчас помогу. Игорь достал длинный список лиц, которых назвал Потехин, как своих знакомых, интересующихся его коллекцией. — Хотя в этом списке чуть не сорок человек, — сказал Игорь, — он страдает одним существенным недостатком. — Здесь нет людей или почти нет, которые могли бы передать ваш адрес грабителям. Вы понимаете? Это должны быть все-таки особые люди. — Да. — Ну, как бы это сказать, — замялся Потехин. — В душу ведь не заглянешь. — Ну, зачем же так глубоко? — Достаточно знать помыслы и поступки. — В этом списке люди одного плана. Добропорядочные коллекционеры, музейные работники, специалисты всякие. Но вам, наверное, приходится иметь дело и с другими людьми. Вы покупаете, продаете, ищете то, что вас интересует. А здесь уже действуют всякие. Ну, ловкачи, доставалы, спекулянты. Так ведь? — Сейчас этот прохвост изобразит благородное негодование, — выизгливо подумал Игорь. — Конечно. Неожиданно и просто согласился Потехин. — А как же без ловкачей? Что поделаешь? Приходится, честно вам скажу, приплачивать, услуги всякие оказывать, мелкие взятки давать. Он широко и доверительно улыбнулся. Неудобно, конечно, в здешних стенах это говорить, вы уж извините, но так жизнь устроена, сами знаете. Иначе коллекции не соберешь, так что ли? Именно так. Да что коллекции? Дело серьезного не сдвинешь, особенно в хозяйственной области, если инструкцию или правила, какое не нарушишь. Мы же этими инструкциями со всех сторон обставлены, и их с каждым днем все больше. Все-то они или запрещают, или усложняют, или удорожают каждый шаг. Вот и крутись. А уж хорошую антикварную вещь достать? Ну что вы! Смелый, однако, мужик, без всякой симпатии, лишь озабоченно отметил про себя отколенко. И не дурак, надо сказать. Вот так и не знаешь, — наставительно произнес Игорь, — с какой стороны эти самые доставалы, да всякие нарушения по тебе самому стукнут. Эх, они вас огрели! Не говорите, — вздохнул Потехин. Мне беда, и вам хлопоты. Вот и давайте вместе потрудимся. Этот список, — Игорь приподнял его со стола и даже слегка помахал им в воздухе, — представляется мне неполным. Вот, например, я в этом списке Вадима Александровича не вижу. — Да вы что? — вскинул бороду Потехин. — Это же начальник мой. Значит, вы сами предварительный отбор делали, когда список этот составляли. Очень напрасно. Вадима Александровича я подозревать не собираюсь, но вот принцип ваш порочен. Вы меня понимаете? Или, например, те, с кем вы денежные дела имеете. Тех считать надо. Скажем, Борис. Почему его нет в списке? И тут от коленка вдруг подумал, не совершает ли он промах. Надо было сперва хоть что-то узнать про этого Бориса. Среди сослуживцев Потехина его поискать. Тогда, возможно, стали бы известны фамилия, должность, даже характеристика. Впрочем, ни один Борис на свете вдруг это вообще не сослуживец. Тогда и вовсе уйдешь в сторону. Нет, пусть уж будет как есть. Потехин же испытующе посмотрел на Игоря светлыми, бледно-желтыми глазами. Неприятный это был взгляд, колючий, недобрый. Порезаться можно об такой взгляд, — подумал Игорь. Видно, не уследил за собой Потехин. — Простите, вы какого Бориса имеете в виду? — вежливо поинтересовался он. — Сами решайте, — ответил Игорь. — Я же не уличать вас собираюсь, а только помочь. Есть у вас такой знакомый или нет? Если есть, то его, не исключено, следует тоже проверить. — Загадками, — говорите, — пожал плечами Потехин. — Борис какой-то. — Вы хотите сказать, что ни одного знакомого Бориса у вас нет, — уточнил Игорь. — Это другое дело. — Нет, почему же? — Наверное, есть. Я, признаться, так сразу не припомню. — Вот я маме предлагаю припомнить, чтобы ввести в список подозрительных. — Не будем считать их подозрительными, — терпеливо возразил Игорь. — Просто все подлежат проверке. Все, понимаете? Но учтите, я вовсе не настаиваю, не требую. Я советую, исходя из своего опыта в этой области. В конце концов, вы не меньше нас, мне кажется, должны быть заинтересованы в раскрытии преступления, а то и больше. — Какие ценности унесли, шутка сказать, и какая старина! — Да, — горестно качнул головой Потехин, — отец еще собирать начал, но тем более. Поэтому я и спрашиваю, есть у вас какие-нибудь дополнения к списку, есть какие-нибудь подозрения? Потехин задумчиво и привычно схватил рукой бороду, слегка потянул ее, словно проверяя, крепко ли она держится, потом сказал твердо. — Разрешите еще разок подумать? — Подумайте. А мы пока этих всех проверим. Ну и кое-что, конечно, предпримем. Надо искать, никуда не денешься. — Да уж, будьте добры, — с прежней открытостью улыбнулся Потехин. Я, признаться, как-то в вас поверил. — Весьма опольщен, — сухо ответил Игорь, нисколько не собираясь демонстрировать даже минимум доброжелательства. — Ну и вашего звонка я жду. — Насчет этого самого Бориса? — Не только. — Вообще, насчет этого круга людей. — Да-да, постараюсь припомнить. — Прекрасно. Разрешите ваш пропуск. От коленка отметил пропуск, и Потехин, простившись, вышел. С облегчением закурив, Игорь откинулся на спинку кресла. Вроде бы разговор ничего конкретного не дал. К делу не добавилось ни единого факта, ни единой самой малой зацепки или хотя бы намека на нее. Вот только, ну, подумаешь, с человеком познакомился, с не очень-то хорошим человеком к тому же, а все-таки познакомился, узнал, увидел. Полезно это. Весьма, кажется, полезно. Вот что вдруг с удовлетворением ощутил Игорь. Но все-таки как дальше вести расследование? Кажется, Потехина встревожила упоминание о некоем Борисе. А ведь именно такой вот Борис явно какой-то темный делец, махинатор и тоже, возможно, собиратель вроде Потехина и способен выдать его адресок кое-кому не без пользы для себя. Словом, это реальный путь для поиска. Но Потехин пока думает. И хочется ему этого Бориса проверить, наверняка хочется, но и колется. Второй путь к грабителям — наган. Но пока и этот путь ничего не дает. Ходит наган где-то. Ходит и постреливает. Нет-нет, вот что главное. Иначе откуда бы взяться гильзи? А они ее потеряли. Выстрела в квартире Потехина не было. Кто-то им помешал. Но в таких случаях вообще не стреляют. Это же были не случайные хулиганы. Это были квалифицированные квартирные воры. Достаточно было посмотреть, как они ювелирно отомкнули все три замка на входной двери. Такие специалисты, между прочим, не только ни в кого не выстрелят. Они и в карман-то оружие никогда не положат. Странное дело. Чем больше думал над ним отколенко, тем больше ему казалось, что в шайку эту входили какие-то разные люди. Один привычно и ловко открывал любые замки. У другого, безусловно, у другого, в кармане находилась гильза, и к нагану имел отношение только он. А вот третий написал ту наглую записку, именно третий. Первым двум это в голову прийти не могло. Да, действительно, шайка, скорее всего, из трех человек. В который уж раз мысленно перебирая все добытые материалы, Игорь снова мог убедиться, что пути к раскрытию преступления найти еще не удалось. Группа отколенка сейчас разделилась. Сам он вместе с Шухминым работал по краже из квартиры Потехина, подключив, конечно, местное отделение милиции и районное управление. Бригаду создали солидную, во главе с отколенка. Преступление было на редкость крупным и дерзким. Ну, а Лосев и Денисов занимались происшествиями в парке, которое так беспокоило руководство. Шухмин с группой сотрудников сейчас как раз проверял людей, на которых указал Потехин, и с каждым проверенным человеком из длинного списка все больше таяла надежда найти того, кто дал подвод на квартиру Потехина, и погрел на этом руки, и росло убеждение в неполноте односторонности самого списка. Словом, картина была безрадостной, и настроение сотрудников, работавших вместе с отколенка, да и самого Игоря, вполне ей соответствовало, когда полковник Цветков вызвал их всех к себе. — Ну, милые мои, давайте-ка вместе еще разок помнем этот вопрос, — предложил он по привычке вертя сложенные очки. — А то что-то вы забуксовали, я гляжу. — Это точно, — вздохнул Шухмин. — Ну вот, давай от коленка доложи, что имеется на сегодня, — продолжал Цветков. — Будем танцевать от печки, то есть от места происшествия. Ты тут первый специалист у нас, вот и доложи, что там обнаружили, когда приехали. И потом. От коленка мрачно откашлялся, затем обстоятельно, даже педантично, без всяких отступлений, эмоций и фантазий, четко обрисовал обстановку на месте происшествия. Ко всем известным уже обстоятельствам он добавил, что чужих отпечатков пальцев нигде найдено не было, но в нескольких местах обнаружили отпечатки одних и тех же нитяных перчаток. — Вывод из этого факта какой? — вопросительно поглядел на от коленка, не проронивший до того ни одного слова Цветков. — Можно предположить, — ответил Игорь, — что в перчатках работали. У хозяев таких перчаток нет, следы четкие. Человек этот, думаю, очень волновался, руки сильно потели. Или новичок, или легко возбудимый человек. — Какие у вас версии? — Одна из версий, что они и приезжие, — сказала от коленка. — А если так, то их в Москве сейчас уже нет. — Уехали, — переспросил Цветков. — Уехали, — подтвердил от коленка. — Скорее даже улетели. — Между прочим, если улетели, — мешался Петр Шухмин, — то должны были при покупке билетов предъявить паспорта. — Вот бы нам заглянуть в них, — мечтательно произнес кто-то. — А для этого, милые мои, надо кое-что сообразить. Снова вступил в разговор Цветков. — Значит, что мы имеем? — Первое. Группа не меньше, как из трех человек, улетает сразу. — Второе. Летят они, конечно же, домой. Скорее всего, домой. А дом где-то на Северном Кавказе. Туда записка-то указывает. Вернее, блокнот. — Как полагаете? — Все точно, Федор Кузьмич, — согласился Шухмин. А улететь они должны были в тот же день или на следующий, не позже. — Для верности надо все кавказские линии проверить, — добавил от коленка. Это рейсы Москва, Тбилиси, Баку, Минеральные воды, Ереван, Сочи. Все кажется. В среднем это по пять-шесть рейсов в день. Еще Батуми один рейс, Геленджик один рейс, — добавил кто-то. — Ну, там по мелочи еще наберется, — согласился от коленка. Это легко уточнить. Все оживились. Буквально на глазах, вроде бы на пустом месте, рождался интересный план нового поиска, новая неожиданная версия, требующая немедленной проверки и вселяющая немалые надежды. А когда такая версия создается совместными усилиями, тут же, вбирая мысли, догадки, предположения каждого, тогда такая версия необычайно воодушевляет, и порой крах ее, а кто и когда от этого гарантирован, воспринимается как крушение всех возможностей, провал дела, и тогда опускаются руки. Это как бы обратная сторона первоначального воодушевления. Такая мысль сразу мелькнула в голове от коленка, и он уже собрался было что-то сказать по этому поводу, но его опередил Цветков. — Вы, милые мои, пока не очень-то радуетесь, — хмурец сказал он, — а главное в нашем деле — никогда нельзя ставить на одну карту. — Тут у нас очень много «если», — обратите внимание, — «если их трое», — «если они улетели вместе», — «если, наконец, вообще улетели, а не уехали, допустим, поездом», — «если они вообще приезжие», — добавил от коленка. — Во-во-во, — подтвердил Федор Кузьмич, — «если вообще приезжие». — И все-таки... Он усмехнулся и кому-то погрозил очками. — Все-таки это вполне рабочая версия, которую следует до конца проверить, до конца. — Вот завтра с утра, милые вы мои, и будьте добры, приступайте, а сейчас распределим обязанности, кто куда. Он повернулся вместе с креслом, квестевшим за его спиной расписанием, железнодорожному и самолетному, и водрузил на нос очки. — Вот, глядите, — сказал он, войдя рукой по расписанию аэрофлота. — Начнем прямо по алфавиту, с Баку. — Ты и пиши, — обратился он к от коленка. — Тут важно не только время отправления, но и аэропорт. — Значит, Баку — первое южное направление. Работа оказалась совсем непростая. Рейсов было много, в самые разные часы, аэропортов два, Домодедово и Внуково. Это тоже усложняло дело. Ну, ты еще один из сотрудников районного управления, молодой рожеволосый, жизнерадостный Саша Руднев, выпускник знаменитой высшей школы сыщиков в Омске, очень бодро объявил, что сделал приблизительный расчет. Если положить на каждый самолет в среднем около ста пассажиров, то предстоит проверить как минимум около трех тысяч билетных корешков, где указаны фамилии пассажиров и номера их паспортов. — Если навалиться всем вместе, допустим, в десяти ром, — заключил Саша, — то это всего три самолета на брата, пустяки дела, шесть человек в Домодедове, четверо во Внукове и постоянная телефонная связь с руководителем группы товарищем от Коленко, — добавил он с лукавым пафосом. — Надо охватить не один, а полтора дня, — деловито поправил его Игорь, не принимая сашного шутливого тона. — День совершения преступления, точнее, вторую половину дня и весь следующий день, как вы считаете, Федор Кузьмич? — Так и считаю. Кемнул Цветков и потянулся к телефону. — Сейчас я вам обеспечу фронт работ. Он вытащил из стола потрепанную телефонную книжку, полистал густо исписанной страницей и, найдя что-то, стал набирать номер. — Алло, товарищ Немчинов? — Привет, Сергей Игнатьевич, из Мура. Цветков беспокоит. — Не забыл? — Жалко. О нас лучше пореже вспоминать. — А сами, как видишь, не забываем. — На этот раз вот что. Надо, чтобы мои ребята у вас денек-другой поработали. Федор Кузьмич подробно изложил всю программу предстоящей работы, естественно, не упомянув о ее цели, и условился, что сотрудники уголовного розыска прибудут в аэропорт завтра, с самого утра, что им отведут отдельную комнату и приготовят все материалы. На этом разговор со Мнуковым был закончен, и Цветков позвонил к Домодедово. Завершив последние переговоры, Федор Кузьмич строго произнес. — Тут самое главное, милые мои, — это ответственность каждого участника операции. Каждого. Один не доглядит и что-то пропустит, и вся операция проваливается. Прошу учесть. — Вас должны насторожить уже известные нам данные. Словом, вы эти корешки обязаны смотреть не просто так, а как сыщики, классные сыщики, столичные. Ясно вам? Всем было ясно, и радостный энтузиазм сменился некоторой озабоченностью. А Федор Кузьмич добавил к этой озабоченности еще немалую дозу. С минуту подумав, он сказал, требовательно постучав очками о стол. Теперь второе. Отработку версии «приезжие», так ее, к примеру, назовем, надо проводить солидно и до конца. А если они и в самом деле из Москвы не улетели, а уехали поездом, может это случиться? Конечно, вероятности меньше, согласен. Самолетам быстрее, но все же железную дорогу исключить так просто нельзя. А вот как это проверить? Давайте-ка подумаем. Конечно, никаких корешков с фамилиями и номерами паспортов тут не остается. Однако не будем спешить с выводами. Если уехали они сразу после кражи, то есть вечером или ночью, уточнил от Коленко, вглядываясь в железнодорожное расписание за спиной Цветкова. Ну да, согласился Федор Кузьмич. Во вторник, значит. И кража была во вторник. Или же на следующий день, в среду, снова добавил от Коленко. Или в среду, утвердительно повторил Федор Кузьмич. И тогда они сейчас только-только приехали. Ведь ехать им до любого пункта больше суток, если не двое. Да и Ревана, допустим. Это вам не два часа самолетом. За сутки можно здорово глаза проводницам намазорить. Да еще ребятки эти не тихие, книжек в дороге не считали, а скорее всего в картишки резались, выпивали и общий порядок хоть как-то да нарушали. А потому проводникам вполне могли запомниться. Это точно. За всех согласился Шухмин и, шумно вздохнув, заключил. Придется с бригадами побеседовать, никуда не денешься. Надо узнать, как вообще сейчас с билетами из Москвы. Летний сезон уже начинается. Федор Кузьмич посмотрел на Шухмина. Придется тебе эту линию возглавить. Не зря ты вздыхал. На два дня еще людей вам с отколенка подброшу. Тут сразу навалиться надо. И особенно ты, Шухмин, смотри. Вам не бумажки смотреть, а с людьми беседовать, сам понимаешь. Обстоятельно беседуйте, помогайте вспомнить. На том и кончилось это важное совещание. А на следующий день началась сумасшедшая работа. Часть группы отколенка во главе с ним самим прибыла во Внуково. Их уже ждали. Звонок полковника Цветкова, всеми знавшими Федора Кузьмича, воспринимался серьезно. В комнате, которую им отвели, в два ряда стояли письменные столики, и сотрудники розыска по одному расселись за ними, как ученики в классе. Затем несколько девушек в красивых униформах аэрофлота принесли толстые пачки зеленых билетных корешков, связанных тонкой бечевкой и подшивки посадочных листов, где тоже были указаны фамилии пассажиров. Девушки, кстати говоря, были совсем не прочь задержаться и поболтать с интересными парнями из такого необычного и таинственного учреждения, как Московский уголовный розыск. Но под хмурым взглядом старшего группы даже наиболее общительные из приехавших воздержались от контактов. Когда за последней из девушек дверь наконец закрылась, отколенко внушительно сказал, поднявшись из-за своего стола, чтобы его лучше было видно, за горой принесенных бумажных пачек. — Значит так, товарищи, медленно перебираем корешки билетов. Обращайте внимание на номера. Их номера должны идти один за другим. Группа, скорее всего, состоит из трех человек. Дальше не забудьте все, что сказал вчера Федор Кузьмич. И помните, малейшее сомнение требует остановки и выяснения. Малейшее — самое пустяковое. Не стесняйтесь, зовите меня и вообще всех. Это главный момент работы. Вопросы какие-нибудь есть? — Никаких вопросов пока не было. — Начнем, — сказал Игорь, опускаясь за свой стол. — Подходите. Каждый берет по шесть пачек и соответственные посадочные листки. После некоторой суеты и хождения наступила сосредоточенная тишина. Все углубились в работу, слышался только шелест бумажек. Час шел за часом, нарастало утомление, а гора непроверенных еще билетных корешков на столах, казалось, не только не убывала, но даже каким-то непонятным образом росла. Наконец, когда стало уже рябить в глазах от бесчисленных неразборчивых букв и цифр, от коленка объявил перерыв. Все шумно поднялись из-за своих столов, расправляя затекшие спины и ноги, закурили, собравшись кружок возле распахнутого окна. Вдали, на летном поле, виднелись огромные самолеты, доносился далекий рокот моторов. В голубом небе чертил невидимую наклонную линию только что взлетевший самолет. «Эх, я бы куда-нибудь полетел сейчас», — завистливо сказал Саша Руднев, следя глазами за исчезающей в голубом маеве беленькой точкой. «Люблю другие страны, другие города. Не ту я, наверное, профессию выбрал». «Ты в Интерпол запишись», — добродушно пошутил кто-то. «По всему свету мотаться будешь». «Набора пока нет. Вот когда наши жулики начнут за границу шастать, тогда уж и мы за ними кинемся. Нет уж, лучше не надо. Ну, тогда во всесоюзный розыск просись. Все-таки другие города. Не дорос. Если только товарищ от коленка продвинет». «Сразу», — ухмыльнулся Игорь, — «как эту группу найдешь, так сразу». «И квартиру дадите». «А то я больше с тещей жить не могу. Эти стрессы уже на работе сказываются». «Орден дам». «Нет». Сначала квартиру. Упрямо затряс головой Руднев. «Тем более, что мне ее уже четвертый год обещают». «Пожалуйста», — продолжая усмехаться, — ответил Игорь, — «иди к нам. У нас в Муре каждому дают, кто попросит». «Знаю я, как даете», — безнадежно махнул рукой Руднев. «Одни только разговоры. А квартиру я скорее в районе получу». «Ну, ладно». «Все», — объявил Игорь. «Перекур закончен, а то совсем меня разжалобите». И напоследок еще раз предупредил. «Только внимательнее, ребята». И вот Руднев, словно и в самом деле, решил заработать квартиру. Не прошло и пятнадцати минут, как он уже подозвал от коленка к себе. «Смотрите», — неуверенно произнес он, — «вот трое подряд и в Сочи». «Когда вылетели?» «В среду». «Вылет в два двадцать. Это первый рейс в среду». «Регистрация билетов за час начинается», — задумчиво сказал Игорь. «То есть в час двадцать ночи». «Билеты они, скорее всего, купили заранее. А до того им надо было еще повидаться с наводчиком, выделить что-то из награбленного ему, остальное разделить между собой. На все это потребовалось время. А у них был только конец дня после кражи. Да, требовалось время и место. И чтобы не опоздать». «Где куплены билеты?» — спросил Игорь у Руднева. У того был счастливо растерянный вид, и он даже не сразу сообразил, о чем его спрашивает от коленка. Изо всех столов на них были устремлены встревоженные и любопытные взгляды. Игорь решил пригасить этот ажиотаж. «Рано радуешься», — жестко произнес он. «Три человека ночью вылетают из Москвы. Ну и что?» «Как так что?» — переспросил Руднев. «А дальше еще надо соображать». Тем же тоном отрезал Игорь и, обращаясь к остальным, добавил. «Продолжайте, продолжайте, товарищи. Пока еще ничего не случилось». И обратился снова к Рудневу. «Я тебя спросил, где куплены билеты?» «Билеты?» «Сейчас». Рыжая голова уткнулась в стол. «Здесь куплены?» — Руднев поднял глаза на от коленка. «В аэропорту?» «Вот штамп». «Так-так». «Значит, при условии, что это те самые, кого мы ищем». «Кстати, как их фамилии?» «Один — Горчин С.М., второй — Варнавский Г.Р., а третий — Гоцеридзе Ш.Г». «Ага. Так вот, если это те самые, и им нужно было место, а связи в Москве особых нет...» «Стой, стой, что-то у меня крутится. Место. А регистрация в полвторого ночи, и билеты купили, небось, сразу, как прилетели. Здесь купили в аэропорту». «Угру». Продолжение следует...